Здравствуйте, дорогие ребята! Я Елхима Розоя Александровна, учитель Истории и Общества Знаний Новосергиевской Средней Школы номер 1. У нас сегодня тема урока «Регулирование поведения людей в обществе». Это итоговое повторение по первому разделу. Вспомните спор двух семиклассников о том, зачем нам нужны правила. И вывод, что если бы правил не было, люди просто не знали бы, как поступать. Правила или нормы, регулирующие действия людей, они соответствуют требованиям общества. В обществе действует множество правил социальных норм. Социальные нормы – это установленные в обществе правила поведения, регулирующие отношения между людьми и общественной жизнью. Мы выделяем несколько видов социальных норм. По направленности мы их подразделяем на предписывающие, которые устанавливают, какое поведение желательно или обязательно, какое поведение допустимо. Запрещающие – это какое поведение недопустимо. Это, например, дорожные знаки. По степени обязательности подразделяется нормой правила и нормой ожидания. Нормой правила устанавливают, какое поведение обязательно для данной группы людей. Например, военные отдают честь. Нормой ожидания устанавливают, какое поведение допустимо, хотя и нежелательно. Например, опоздание на встречу. По форме мы выделяем формальные и неформальные. Формальные – это чётко зафиксированные в письменной форме, как, например, закон. Неформальные обеспечиваются обычами и привычкой, как нормой этикета. Многие социальные нормы сложились очень давно. Нам кажется, что они существовали всегда. Они сложились под воздействием здравого смысла или под воздействием необходимости. Те социальные нормы, которые повторяются определённое количество раз, они перешли в привычки. При повторении эти привычки складываются у нас стихийно, под воздействием ситуации. Недаром говорят, привычка – это вторая натура. Но не все привычки являются полезными. Существуют вредные и даже опасные привычки. Вредные, например, разговаривать во время еды. А вот опасные привычки – это употребление алкоголя, это курение, это употребление наркотиков. Они опасны, потому что от их воздействия люди заболевают опасными болезнями. Существуют привычки в больших группах. Такие привычки – это обычаи. Обычаи разумевают такие понятия, как ритуал и обряды. Ритуалы и обряды связаны с церемониями. То есть, когда определенный порядок, церемониал устанавливается для проведения какого-то официального акта. Мы нередко в своей жизни слышим о том, что этот человек не умеет себя вести, что он не знает правила этикета, что у него плохие манеры. Что же такое этикет? Этикет – это принятый в определенных кругах общества система правил поведения, установленный порядок поведения где-либо. А манеры – это внешние формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную оценку. И к всем людям, которые или хорошо выполняют свои правила поведения, социальные нормы, или наоборот нарушают их, применяют санкции. Санкции бывают в виде одобрения поощрения поддержки или же мер воздействия, применяемые к нарушителям установленных норм. Нам в этом году предстоит решать ВПР. Вот давайте мы с вами сейчас попробуем сделать задание второе из ВПР. Здесь нужно выбрать верные суждения и записать цифры, под которыми они указаны. Социальные нормы бывают только формальные. Обряды представляют собой совокупность действий, установленных обычаями или ритуалами. Этикет – это принятые в определенных социальных кругах системы правил поведения. Социальные нормы помогают сохранить порядок в обществе, являются эталоном поведения. Обычаи относятся к формальным нормам и содержатся в современных законах. Определились? А теперь давайте посмотрим, правильно ли вы определились. Итак, социальные нормы бывают только формальные. Нет, это неверно, потому что они бывают не только формальные, но и неформальные. Например, нормы морали. А вот обряды – это совокупность действий, установленных обычными ритуалами. Это, да, правильно. Этикет, что это определенные правила в социальных кругах – это тоже правильно. Социальные нормы, которые помогают сохранять порядок в обществе – это тоже правильно. А вот обычаи, которые относятся к неформальным нормам, а вот к формальным нормам относятся – это как раз законы. Поэтому это суждение неверно. Поэтому ответ получается 2, 3, 4. Итак, давайте мы с вами повторим еще одну тему. Что такое права и обязанности? Права – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. И каждый человек, уже появившись на свет, обладает правами, равными правам других людей. Права человека можно подразделить на такие группы, как гражданские, политические, культурные, социально-экономические. Гражданские права – это исходные права. Без них про остальные права уже даже можно не говорить. Потому что гражданские права – это права на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, честь, достоинство. Политические же права дают нам право на участие в политической жизни страны в управлении государством. Культурные права дают нам возможность участвовать в культурной жизни страны, дают доступ к культурным ценностям, свободу, творчество. Стально-экономические – они направлены на благосостояние, на социальную защиту, на достойный уровень жизни. Поэтому мы имеем такие права, как быть собственником, наследовать имущество и другие. Основным документом, где у нас зафиксированы наши права и гарантированы, является Конституция Российской Федерации. Конституция – это основной закон государства, определяющий его общественное и государственное устройство, «Порядок и принципы образования органов власти, избирательную систему, основные права и обязанности граждан». Она у нас принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием, то есть референдумом. И вот как раз во второй главе Конституции закреплены права человека и гражданина. Наряду с правами у нас обязательно шагают обязанности. У нас, в отличие от права, обязанностей не так много. Это соблюдение Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, забота о детях и нетрудоспособных родителях, получение основного общего образования, забота о памятниках истории и культуры, уплата налогов и сборов, охрана природы и окружающей среды, и защита Отечества. Остановимся на первом из них. Это соблюдение законов. Почему же важно соблюдать закон? Потому что закон – это регулятор порядка в обществе. Для того, чтобы понять это, давайте вспомним историю смутной времена, начала XVII века, когда в России наступили беспорядки, восстания, интервенции поляков и шведов, когда смена властей и когда Россия стояла на грани исчезновения как государство. Вот тогда народ, который осознал идею, что нужны законы, действующие законы, и решили сами спасти свою страну. Были образованы первое и второе ополчения. Второе ополчение было весьмененную пожарств, им как раз и способствовало спасению страны. Второй момент, почему нужно соблюдать законы – то, что законы государства стремятся к установлению справедливости. Справедливость – это то, что каждый может получить то, что ему положено по закону. И поэтому законы государства, они должны утверждать и защищать справедливость. Также закон устанавливает границы свободы поведения. Свобода – это наличие возможностей выбора. Но мы должны понимать, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И что она не может быть абсолютно безграничной. В этом случае она может превратиться в произвол. И поэтому государство и занимается тем, чтобы защищать свободу. Другая тема, которой мне хотелось бы остановиться сегодня на уроке – это дисциплина. Вспоминаем, что же такое дисциплина. Дисциплина – это определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам или требованиям какой-либо организации. Исходя из определений, мы можем выделить общеобязательные виды дисциплины и специальные. Общеобязательные – понятно. А вот специальные – это те формы дисциплины, которые предусмотрены в какой-то определенной группе. Например, трудовая дисциплина в трудовых коллективах, военная в военных частях, например, школьная – это в школах. Также по форме дисциплины бывают внешние и внутренние. Внешние – это когда контроль за дисциплиной осуществляют другие люди, например, родители, учителя и так далее. А внутренние – это как раз самая развитая форма дисциплины. Это когда мы сами осуществляем контроль за своей дисциплиной. Ну так как нам ВПР сдавать, давайте еще раз попробуем решить задание второе тоже из ВПР. Итак, дисциплины – необходимые условия нормальной жизни общества. Да или нет? Можно выделить воинскую, трудовую, общеобязательную дисциплину. Самоконтроль позволяет человеку сознательно действовать в соответствии с правовыми и нравственными предписаниями. Нравственность – это практическое воплощение норм права поведения человека в соответствии с законами. Важная роль в поддержании внешней дисциплины играет самовоспитание и воля человека, его самоконтроль. Определились? Давайте проверим. Итак, что дисциплина – это необходимые условия нормальной жизни общества. Да, я думаю, вы все согласны. И что можно выделить воинскую, трудовую, общеобязательную дисциплину. Самоконтроль позволяет человеку жить в соответствии с правовыми и нравственными предписаниями. А вот что нравственность – это практическое воплощение норм права поведения человека в соответствии с законами – это неверно. Потому что нравственность – это норма морали. А вот нормы права, законы, они устанавливаются государством. Важную роль в поддержании внешней дисциплины играет самовоспитание и воля человека, его самоконтроль. Это, с одной стороны, казалось бы, верно, но здесь есть один момент, что это относится к внутренней дисциплине, а не к внешней дисциплине. Поэтому правильные ответы – один, два, три. Дисциплинированный человек, он с детства в себе воспитывает закон о послушном поведении. То есть поведение в соответствии с требованиями закона – основа нормальной жизни общества. Закон о послушных людей – большинство в обществе. И это правильно, потому что каждый хочет жить в соответствии с правилами, в спокойной, стабильной стране. Но есть люди, которые своим поведением нарушают законы. Это противозаконное поведение. То есть это поведение, которое запрещено законом и причиняет вред людям и всему обществу. Хочу обратить ваше внимание на уголовную ответственность. А именно, что если полная уголовная ответственность наступает с 16 лет, то за особо тяжкие наступает с 14 лет. То есть вы уже на грани наступления вот этой дееспособности по уголовной ответственности. Так как есть люди, которые совершают правонарушения, то есть и правоохранительные органы, которые занимаются защитой населения страны как раз от правонарушений. Это, вспоминаем, прокуратура, это федеральная служба, это органы внутренних дел полиции, это таможня, суды. Их назначение – борьба с правонарушениями, защита правопорядка, пресечение противоправной деятельности. Сюда же можно отнести и такие органы, как нотариат, как адвокатура и другие. Итак, снова задание из ВПР. Четвертое задание. Перед нами правоохранительные органы данной и их задачи. Нужно привести их в соответствие. Итак, представление интересов обвиняемым. Кто этим занимается? Осуществление надзора за исполнением законов. Удостоверение сделок, договоров, оформление наследственных прав. Разрешение конкретных правовых споров на основе закона. И охрана общественного порядка, борьба с преступностью. Решили? Итак, давайте посмотрим. Представление интересов обвиняемого – это у нас адвокатура. Осуществление надзора за исполнением законов – это прокуратура. Удостоверение сделок, договоров, оформление наследственных прав – это нотариат. Разрешение конкретных правовых споров на основе закона – это суд. И охрана общественного порядка, борьба с преступностью – это полиция. Итак, мы с вами вспомнили основные понятия, которые мы изучали в первом разделе. И давайте подведем итог. Помните, что законопослушные люди составляют основную часть нашего народа. А законопослушное поведение – это нормальное и привычное поведение большинства людей. Мелкое нарушение порядка не только мешает людям, но и всегда находится на грани нарушения закона. Закон строго наказывает всех нарушителей закона, даже несовершеннолетних. У государства есть много способов наказать нарушителей. Делает оно это для того, чтобы восстановить справедливость. Итак, дома повторите, пожалуйста, параграфы 1 по 7 для того, чтобы, во-первых, удачно решить ВПР, ну и, во-вторых, применить эти знания в своей жизни. Спасибо за внимание.